Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И вы знаете, прочитав у себя на канале комментарии, что Уралка разактивничалась у себя на канале, я решила забежать к ней на канал и почитать, что же она там пишет и что же она отвечает. А она, ребят, не просто хамит, она оскорбляет, представляете? Великая блохерица, которая оскорбляет и обзывает своих зрителей, за счёт которых жиреет с каждым днём, всё шире и шире становится. Смотрите, ей написали, а имея язву на ногах, можно ли париться в бане? Она ответила поначалу спокойно, я и не парюсь в бане. Ну и дальше. В бане не обязательно париться. Ну а здесь ей ответила Татьяна Намаковна. И ответила, ну, нормальным комментарием. Ребята, омоется она в бане вместе, то есть с Сафаром, от безысходности. Вы же понимаете, что помыть она себя не может, ни в какой части тела. Сафар ей подмога. И это действительно так. И чё тут уже, я не знаю, бросаться на людей. Ведь это так и есть. Я вспоминаю, когда у меня мама, когда была полная, когда она набрала огромный вес, но потом она его сбросила, потому что, скажем так, захотела, сделала и сбросила. И я помню, что мама иногда меня звала и спину помыть ей, и ноги сзади помыть, и ничего сверхъестественного я не видела. Потому что я понимала, что ей очень тяжело это самой сделать. Тяжело достать до спины. Ну, естественно, она не была как уралочка. Она никогда такой не была, ну, ежели наполовину уралочки. Но ей сложно было добраться до спины. И здесь нормальный комментарий. А что не так? Что не так написали? Её что, оскорбили? Её как-то обозвали? Нет. Зато уралка ответила. Какая же ты дура! По себе людей не нужно судить. А в принципе, что по себе судить не нужно? Или ты, уралка, хочешь сказать, что ты можешь достать до своей спины? Да никогда ты до неё не достанешь. И сама ты, как бы ты ни говорила, ты не можешь обслужить себя при гигиене. Ну, и хомячка ответила, которой уралка сердечко поставила. Оля согласна с тобой полностью. Надо быть полной дурой, чтобы говорить такие вещи. А какие такие вещи? Что-то сказали интимное или что-то сказали не то. Нормальный комментарий. И с другой стороны, пишет хомячка, завидуй, милочка, как за любимой ухаживают. Жесть, ребят. Я тут и присела. Завидуй, милочка. Завидуй, уралке, что нажрала себе огроменный вес. Что сама себя обслужить не может. Да, именно обслужить себя. Да, именно обслужить. И завидовать надо гниющим ногам. Куча болячек. Тут, глядя на неё, блин, плакать хочется. Что люди до такой степени зависимый человек. Не люди. Ну да, люди тоже. Потому что людей таких есть очень много. Зависимых. Взять сестёр Старостенко. Та же самая песня. И завидовать. Завидовать, что сама не может тебя обслужить. Надо, чтобы муж обслуживал. Ну, я понимаю, когда что-то другое. Да, ребят? И уралка могла бы там сказать, ой, завидуйте мне. Я вас умоляю. Здесь завидовать нечему. Даже на 0-0-0-0-0-1 процент. Здесь только обнять и плакать. Дальше, ребят, я смеюсь. Я просто в голос смеюсь. У вас культиватор, пишут уралочки. Есть. Раз, раз и делов-то. Уралочка отвечает. Культиватор мы подарили моему брату. Ему он нужней. Это просто угар. Вы вспомните этот культиватор и вспомните сарафана. Какой ему культиватор? Ему проще руками гребстись на этих грядках и копать руками, но не культиватором. Ну, а то, что подарили, прям добрёхонькие. Слушайте, всё раздаривают. Всё раздают прям. Прям сама доброта. Да. И я думаю, что ничего они никому не подарили. Продали. Прям таки. Они там всё будут раздаривать. Сами за рекламу будут платить, да? То есть за то, что пиарят. И будут раздаривать. Ну, смешно, согласитесь, ребят. Они будут платить, а будут всё то, что им присылают, направо и налево раздавать. Это, знаете, Уралка почему начала кое-где отвечать? Потому что я же постоянно говорю, что она начхала на своих зрителей. Что лайки она не ставит, она никому не отвечает, даже когда ей задают вопросы. Это что? Совсем-совсем нет времени, чтобы ответить? И тут, смотрите, ей пишут вопрос. Оля, приветик. Скажи, как у тебя называются жиполые какие-то цветы? Ж-ПО-ЛЫ-ПОЛ-ТЫ-Е. Что за цветы? Уралка, видать, сама не поняла, что от неё хотят. И написала. Здравствуйте, честно говоря, я уже и не помню, как они называются. Можно подумать, Уралка, ты вообще поняла, что там написано? Ну, и ей ответили. Да ты и не знала их название. Вы знаете, может, она что и знала? Но она тут не разобрала, что написано. Да и, впрочем, у Уралки такая память. Такая память. Тут знала, тут забыла. А дальше решила быть очень культурненькой. Ей написали с лёгким паром. Уралочка сказала спасибо. Но она же сказала, что она не парится. А как же так? И с лёгким паром. Удивительно, правда, Уралочка? Просто хотела показать свою культуру. Там обозвала, нахамила, а здесь спасибо. Угу. Ну и что-то не больно много любезничала вообще Уралка со своими зрителями. Да, решила, что хватит. Три ответа клепанула и пойдёт. Больше можно абсолютно ничего не писать. Да, и не отвечать, и лайки не ставить. Единственное ещё, ребят, где она пролайкала, это когда писали про то, как же так, что в бане она моется. И сейчас прям зачитаю. Сафар почему с женой купается? У мусульманина не положено с женой купаться ещё при сыне. Ну и дальше уже были ответы. Вы правда не понимаете, что Сафар живёт не в Таджикистане, где свои правила и уклад жизни. Сафар живёт в советской стране. И это никак не влияет на его вероисповедание. Реально достали. Ну и здесь Уралочка поставила лайк. А дальше, смотрите, видно, что мусульманка пишет. Как это нельзя с мужем купаться? Мы с мужем купаемся и в бане, и в реке. И здесь лайк Уралка поставила. А дальше? Может, с нелюбимой женой не положено, а с любимой всё можно. В довольство мужа, довольство Аллаха. И здесь поставила лайк. И лайк поставила ещё. Они живут в России, и это их выбор. Никто не запретил. Ну да, конечно же, живёт в России, но нарушает российские законы, оскорбляет славянских женщин, да, устраивают зигование под гимн России, и да, всё им почему-то сходит с рук. Я, если честно, думала, Уралочка слишком-слишком разобщалась со своими зрителями и подписчиками. Но это так. Это, по-моему, как обычное её явление. Где-то парочку лайков поставить и парочку, знаете, вбросов таких сделать, ответов. Но здесь эти вбросы были просто, знаете, вот как собакам косточку для отмазки. И, видать, настроения у Уралочки не было, что она решила ещё и обзываться. Ужас какой-то, это же надо. В комментариях барыня дурами обзывает. До чего ты, Уралка, докатилась? Мало того, что ты со своими зрителями вообще не общаешься только через рубрику «Знаете!» Так ещё и в комментах хамство устраиваешь. Тьфу на тебя! В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока! Пока!